Здравствуйте! Сегодня среди массы различных отходов особое место принадлежит отработанным шинам. В нашем видео мы расскажем, в чем проблема утилизации шин. Во всем мире каждую минуту выбрасывается 3300 бывших в употреблении шин. Это представляет огромную проблему для окружающей среды, с которой каждая страна мира справляется по-своему. Например, нормы выбросов в Европе, возможно, могут быть строже, чем во всем мире. И сейчас мировая индустрия ищет решения для повторного использования старых шин. Но пока точно неизвестно, как именно это будет выглядеть, и на каких условиях компании будут утилизировать шины. Кто получит прибыль от этого? Дело в том, что выброшенные шины являются одним из крупнейших и наиболее проблематичных источников отходов из-за большого объема производства, их долговечности и того факта, что они содержат ряд компонентов, наносящих ущерб окружающей среде. Американский штат Флорида однажды попытался создать искусственный риф из выброшенных шин. Но проект с треском провалился и с тех пор превратился в экологический кошмар, на исправление которого потребуются миллионы долларов. Шины уносились океанскими течениями и волнами. Они уничтожили всю морскую жизнь, которая до сих пор росла рядом. Кроме того, они эффективно предотвратили рост любых новых организмов. В среднем обычная шина от легкового автомобиля проходит порядка 35 тысяч километров за все время своего существования. Но если такая шина заканчивает свою жизнь в Кувейте, ее отправляют на самую огромную свалку покрышек в мире. Здесь, посреди Аравийской пустыни, на площади двух квадратных километров, кувейцы в течение долгого времени собирают старые покрышки. Эту свалку видно из иллюминаторов пролетающих самолетов и даже из космоса. Сулайбия – самая большая свалка шин в мире. Она расположена неподалеку от столицы Кувейта, города Эль-Кувейт. Говорят, что свою смерть здесь находят не только шины со всего Кувейта, но и из Пакистана, Индии и Малайзии. Это является неплохим бизнесом для пяти главных местных компаний, главы которых готовы рискнуть ради большого куша. Собирая покрышки в определенных пунктах, они под покровом ночи свозят их в Сулайбию, хотя в большинстве стран мира подобные свалки запрещены. В Европе с 2006 года можно получить реальный срок за организацию свалки такого рода, но в Кувейте все решают деньги. По статистике, ежегодно в пределах только Евросоюза измельчается, а затем перерабатывается порядка 500 тысяч тонн отработанных шин. Эта цифра составляет примерно 80% от всех идущих на свалку покрышек. Снимать на свалке разрешают только при одном условии. Операторов должен сопровождать уполномоченный правительство по свалке Сабафа-Е. В этой пустыне в Кувейте собрано около 42 миллионов старых шин. Здесь они временно находятся в безопасном месте до их переработки. Но проблема в том, что здесь они могут пролежать 500 лет, а то и больше. Но кто-то должен заняться их переработкой. Причем процесс ресайклинга – переработки – исключает их сжигание, так как при высоких температурах из горящих шин выделяется масса вредных веществ, таких, к примеру, как окись углерода, мышьяк, бензол, диоксины и многое другое. И все же большой процент вышедших из употребления шин просто сжигается в качестве топлива. Теплотворная способность шин равна теплотворной способности угля, а содержание серы на том же уровне или даже ниже, что делает их отличным заменителем угля. Но, к сожалению, Кувейт на многие века отравляет свою землю, закапывая в нее тысячи тонн неразлагаемой резины. Не мудрено, что периодически на Сулайбии вспыхивают пожары. Самое большое такое возгорание случилось 17 апреля 2012 года. Сотни кувейтских пожарных, спасателей и военных более месяца тушили резиновый огонь, который никак не хотел усмиряться. Миллионы горящих покрышек выбрасывали в небо черный дым, отравляя воздух Эль-Кувейта и его пригорода, а власти называли пожар на свалке местной экологической катастрофой. В октябре 2020 года опять произошел крупный пожар. Он был виден из космоса. В результате его сгорело 25 тысяч квадратных метров отходов или около 1 миллиона шин. Оба пожара вызвали сильное загрязнение воздуха, а сгоревшие шины привели к выбросу большого количества тяжелых металлов и масел, которые способны загрязнить окружающую среду. После пожаров государственный орган по охране окружающей среды Кувейта сказал, что избавится от шин. Столкнувшись с растущими проблемами загрязнения окружающей среды, Кувейт решил начать процесс превращения гигантского кладбища шин в новый жилой город. Перед властями стоит трудная задача переработать свалку на площади двух квадратных километров. Примерно 42 миллиона шин будут переработаны, что эквивалентно 507 тысячам тонн шин. Чтобы их перевести на перерабатывающий завод, потребуется 44 тысячи рейсов грузовиков. Переработкой шин займется кувейтская компания APSCO Global General Trading. На заводе резина будет измельчена и перепрофилирована для местного использования и даже для экспорта. Завод может перерабатывать до 3 миллионов шин в год. Около 500 грузовиков в день доставляют на завод старые шины для переработки. Из переработанной резины будет произведено несколько изделий, включая плитку, материал, используемый на детских площадках и на пешеходных дорожках. Правительство планирует переработать все шины и не позволит закапывать шины в будущем. Планируется также открыть завод на новом месте, где шины также будут подвергаться термической переработке в процессе, называемом пиролизом. При этом шины будут разделяться на масло изолу, которые можно использовать в различных других отраслях промышленности. Шины являются источником загрязнения во всем мире из-за их объема и химических веществ. Вероятно, потребуются годы, чтобы переработать все шины этой крупнейшей в мире свалки. Но в мире уже существуют эффективные способы переработки шин. Например, в городе Виборг, Дания. Одна компания разработала свой собственный процесс почти полной переработки отработанных шин. Этот процесс – охраняемый секрет компании, и все же общее представление об этом можно получить. Сначала старые шины поступают в зону доставки. Сюда ежедневно поступает около 25 тысяч шин в основном из Дании, Скандинавии и Англии. Эти старые покрышки сделаны из самых лучших материалов. В них использованы самая лучшая резина, сталь и текстиль, и не перерабатывать такие шины было бы большой ошибкой. Эти шины сделаны из высокопрочных материалов, так как им приходится выдерживать экстремальные условия на дороге. Но это именно то, что делает их такими трудными для переработки. Но компания изобрела уникальный способ утилизации шин. Показать весь процесс невозможно, о нем знает мало людей. Но основные моменты известны. Сначала резина охлаждается с помощью жидкого азота до минус 190 градусов Цельсия. Из-за этого резина становится очень непрочной, и поэтому ее легче разрушить и превратить в очень мелкий порошок. Получается, что то, что выходит из машины, в итоге эквивалентно новой резине. Поэтому старые шины превращаются в основной материал для новых. Но такие технологии пока недоступны в странах третьего мира. Богатые страны часто экспортируют подержанные шины в эти страны. Как только старые покрышки покидают Европу, никто не может проверить, что с ними происходит в дальнейшем. Поэтому бедные страны сталкиваются с проблемой их переработки. Одной из стран, куда Европа отправляет старые шины, является Индия. Здесь из старых покрышек производят дизельное топливо. На предприятии одной из компаний их нагревают в реакторе. Это уже известный процесс – пиролиз. Чтобы предотвратить прилипание шин внутри реактора, его стенки посыпают магнием. При переработке шин образуется соль, пары которой содержатся в воздухе. Они опасны тем, что содержат много углерода. Всемирная организация здравоохранения классифицирует его как потенциально канцерогенное вещество. Идея извлечения масла и топлива из старых шин на самом деле хорошая, но ее реализация в Индии плохая. Прежде всего, это связано с воздействием на людей и окружающую среду. Как видно, на заводе не очень обеспокоены этой проблемой. Обстановка вокруг не имеет ничего общего с заботой об окружающей среде. В 50 метрах от завода в хижинах проживают люди, которые испытывают на себе результаты работы пиролизного завода. Этот завод – устаревшая модель, где в воздух может попасть даже сера. Такой воздух опасен для людей. Тем не менее, в Индии это разрешено. Важным свойством старых покрышек является их высокая теплоотдача. Как уже было сказано, резина покрышек имеет такую же теплопроводную способность, как и уголь. То есть, одна тонна шин эквивалентна одной тонне угля. Это помогает экономить основное топливо на старейшем и крупнейшем цементном заводе в Германии, в городе Бурглингенфельд. Обжиг цемента – это очень энергоемкий процесс, требующий нагрева до очень высокой температуры. Ежедневно на завод доставляется около 30 тонн старых покрышек. Обычно для поддержания высокой температуры используются уголь и пластиковые отходы. Использование покрышек позволяет сэкономить до 10% угля. Шины сжигаются вместе с известняком во вращающейся печи. Таким образом, производится цемент, который используется в строительстве. Преимущество этого в том, что сталь из шин плавится вместе с цементом, и это делает его прочнее. В последнее десятилетие все больше заводов по промышленной переработке шин появляются в Китае, США и Канаде. Этот процесс особенно ценен в Турции, которая импортирует большую часть своей нефти и газа. Переработка шин дает не менее 8 миллионов долларов в год дополнительной прибыли для экономики Турции. Ежегодно автопроизводители производят около 1 миллиарда шин по всему миру. Основным компонентом большинства этих шин является синтетический каучук, изготовленный из нефти. По сути, шины – это продукция ядовитая для окружающей среды. Загрязнение от автомобильных шин попадает в водоемы. На северо-западе Тихого океана от этого погибает популяция лосося. И в конечном итоге они выбрасывают химические вещества в грунтовые воды и воздух, если они остаются разлагаться на свалках. В Индии одна стартап-компания превращает шины в модные сандалии. Тем не менее, энергия становится основным местом назначения для тысяч и тысяч шин, которые ежегодно выбрасываются на свалку. Высокая теплоотдача эффективна для работы электростанций. Так, эта электростанция восточной Турции каждый день пережевывает тысячи шин. Затем их сжигают для выработки электроэнергии для 30 тысяч домов. Превращение шин в энергию – это один из способов справиться с миллиардами шин, которые обычно оказываются на свалках по всему миру. Электростанция, работающая на шинах, в Турции ежегодно перерабатывает 20 тысяч тонн резины. Специальные магниты отделяют тонкую металлическую проволоку из внутренней части шин. Оставшуюся резину нагревают для получения так называемого пиролитического масла. Затем масло можно сжигать для выработки электроэнергии. Хотя это все еще не самый экологически чистый процесс, но в целом это означает, что эти куски резины, покрытые топливом и другими побочными продуктами, которые могли бы десятилетиями лежать на свалках, выделяя вредные химические вещества, теперь приносят тепло в турецкие дома. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!